Здравствуйте, рыбы! Это прогноз для вас на 2020 год, в котором я хочу рассказать о том, что будет происходить в следующем году, что придумала для вас небесная канцелярия, где она создает для вас ситуации, в которых вы будете рисковать и может быть понапрасну, и стоит сразу задуматься над тем, надо ли прилагать там усилия, а где она дает вам полный карт-бланш, и там вы можете действовать беспрепятственно. Итак, в этом году, скажем так, у вас есть возможность принципиально другой год прожить по отношению к предыдущему, потому что в предыдущем году была проблематика. Ваши два управителя, они дружили друг с другом и создавали для вас период хаоса, препятствий, проблем с вашим волеизъявлением. Но в этом году эта сложность решена, потому что между двумя вашими управителями, Нептуном и Юпитером, есть аспект благосклонный, аспект возможностей и ресурсов секстиля. И его важными моментами, проявлением его материализации будет время 21 февраля, 12 сентября, 13 октября. Плюс-минус две недели от этого периода, это яркие для вас периоды, когда вы можете в любых областях жизни получить какой-то позитивный результат. Вообще вы вдохновлены в этом году, вас в этом году много, у вас появляется новый стимул для продвижения, для создания чего-то нового, вы хорошо себя чувствуете, вас подкрепляют, вас как-то поддерживают ваши надежды и поддерживают люди, которые находятся около вас, потому что вы безусловно в этом году должны, если вы еще не обзавелись кругом, каким-то близким, то это вы сделать должны. Этому будет способствовать соединение вашего второго управителя планеты Юпитер с планетой Плутон. Сильными акцентированными датами в этом плане будут 5 апреля, 30 июля и 13 ноября. Плюс-минус две недели от этой даты, это время, когда в вашу жизнь войдет какое-то серьезное событие глобальное. Это может быть человек, это может быть новый виток в вашей карьере, это может быть ваш новый проект, личный или профессиональный проект. Это время, когда в вашу жизнь приходит возможность властвовать, возможность контролировать, возможность влиять. Вы должны, в принципе, воспользоваться этой возможностью, потому что соединение само происходит в козероге, ну и в целом это, конечно, история про хороший аспект к вашему знаку, так что здесь вы не упускайте. Это время для того, чтобы власть взять в свои руки, потому что Вселенная вам говорит о том, что ты созрел. Ты созрел до уровня вот этой ответственности, вот этой ступени, вот этих событий, вот этих преобразований. Ты созрел, тебе пора. Нептун, ваш управитель, ходит в этом году по вашему знаку и будет проходить промежуток с 17 по 22 градус рыб. Так что если у вас солнышко находится в промежутке с 17 по 22 градуса, то Нептун будет проходить, это управитель этого солнышка, да, соединением. Это тоже появление в вашей жизни нового вдохновения, появление в вашей жизни новой внутренней мощи. И, кстати, это один из показателей на крепкое здоровье. Так что кому-то из вас очень крупно повезло, Вселенная будет заботиться о том, чтобы вы себя хорошо чувствовали и прирастали в ваших основных мотивациях жизненных. Хотели большего, творили большее, были инициирующим центром, центром, вокруг которого все остальные собираются и который вдохновляет. Ну, очень крутая миссия у вас в этом году. Я хочу заметить, что будет одно затмение, которое произойдет 5 июня, оно произойдет на оси стрелец, стрелец-близнецы. Но будет оно к вам квадратом в том случае, если у вас что-то значимое в рыбах, солнышко, например, есть в периоде с 15-го примерно по 18-й градус. Тогда это будет квадрат. И вот этот тогда июнь будет для вас временем препятствующим вашему развитию. Как бы это время, которое вас экзаменует на вашу приверженность вашим идеям. Будьте здесь аккуратными. Не поддавайтесь на провокации. Что хочется еще отметить. Марс будет в вашем знаке с 14-го мая по 28-е июня. Это время активности, это время динамики. Вам пора действовать, говорит вам такой Марс. Вам пора захватывать, отвоевывать свои территории и захватывать новые. Будьте здесь более лидерскими. Венера будет проходить ваш знак с 14-го января по 7-е февраля. Это время любви. Это время, когда мы можем себе уделить больше внимания. Это время, когда мы можем рассчитывать на внимание со стороны других. Поэтому это наиболее всегда реальное время для создания новых отношений. И если вы хотите как-то обновить себя, улучшить, модернизировать свой внешний вид, то, пожалуйста, пользуйтесь такой Венерой. Напомню, с 14-го января по 7-е февраля. Меркурий будет в вашем знаке с 4-го февраля по 11-е апреля. В вашем знаке он будет ретроградным. Так что у вас есть реальная возможность очень много информации получить за это время. Если у вас особенно что-то значимое, типа солнышко, есть период на отрезке с 13-го по 30-й градус рыб, то значит Меркурий пройдет этот отрезок три раза и будет аспектировать вашу планету кардинальную, например, точку или солнышко ваше. И вы за это время получите много информации, которая побудит вас пересматривать свою точку зрения на какие-то события жизни. А вот по какой теме эти события будут пересмотрены, об этом говорит уже ваш личный прогноз, где у вас этот Меркурий будет ходить, где у вас стоят эти значимые планеты в рыбах, какой дом рыбы занимают в вашей карте. Посмотрите свою индивидуальную карту и достройте, внесите нотку персонализации в этот общий прогноз. Ну или обращайтесь к астрологу, одно из двух. Но Меркурий будет ходить в вашем знаке, и это важная история про то, что у вас целый длительный период, почти полвесны, на то, чтобы осваивать какое-то знание, которое вы уже наверняка осваивали, ну немного о нем забыли. Или поднимать устаревшую информацию и смотреть на нее совершенно по-новому. Вообще, это год крутых перемен, наверное, это год трансформации очень мощной. Впереди вас ждет интереснейшее время, когда вы можете обретти новые смыслы. Вы можете подняться по социальной иерархии мощно. Вы можете обрести человека очень яркого около вас, вашего настоящего партнера на долгие годы. Вам надо пользоваться этим временем и ни в коем случае не прозябать в одиночестве или в каких-то иллюзиях. Включайтесь в эту жизнь. Много козерога на небе. Это материя, это рацио, это разум, это практика. Больше будете работать, больше будете в социум включены, больше будете ставить реальных целей, поддерживать своим вдохновением, свои амбиции, и вы получите очень результативный прорывной год. Я вам желаю именно этого. Также я вам желаю надежд, вдохновения, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Я вас поздравляю с наступающим Новым годом. До новых встреч со мной в моих прогнозах.